Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости» Соломона, 11 глава. Речь идет о делах премудрости, которые сотворила она в роде человеческом в потомках Авраама. И явило благо или зло среди людей в том случае, когда они либо обращались к ней, и тогда были много утешены, когда же отвращались от нее от премудрости, то приходилось им пожинать плоды своего безрассудства. Она благоустроила дела их рукою святого пророка. Речь идет о делах Моисея через его руку, совершенных с Израилем. Они прошли по необитаемой пустыне и на непроходных местах поставили шатры, противостали неприятелям и отомстили врагам. Иное дело, при начале духовной жизни двинуться в некоторые отчуждения от грехов и страстей, а другое дело, там, где прежде невозможно было и помыслить, проходить, они расположились шатрами, то есть уже смогли с постоянством проводить жизнь удаленную от египетских котлов. И иное дело, противостать неприятелю, принять для себя решимость исправления, а другое дело еще и отомстить врагам, то есть стяжать противоположную греху добродетель. И все это было уже дано тем, кто последовал за премудростью и вождем, который был ею воодушевлен к изведению иудеев из дома рабства в землю обетованную. Томились жажду и воззвали к тебе, и дана им была вода из утесистой скалы и утоление жажды из твердого камня. Вот это образ жизни человеческой. Она держится лишь на милости Божьей и осознании нашей беспомощности, как умирающих в пустыне без воды. Без Бога что-либо сделать — это главнейшее рассостояние души, привлекающей к себе бесчисленные Божьи благодеяния. И от скалы жажда утоляется, и от камня потоки воды было воздаянием тем, кто воззвал ко Господу среди скорбей своих, а не впал в уныние, в отчаяние или ропот. Ибо чем наказаны были враги их, тем они, находясь в затруднении, были облагодетельствованы. Что случилось с их врагами, египтянами? Они вместо воды получили в реках своих зловоние, гниющей крови человеческой. Вместо источника постоянно текущей реки — смрадную кровью, возмущенную, и в обличении их детоубийственного повеления. Ибо египтяне ради сохранения своей власти над народом еврейским повелели убивать детей мужского пола, которых рождали еврейские матери. И это обличение детоубийственного повеления оказалось наказанным таким образом, страшным. Ты неожиданно дал им обильную воду, показав тогда через жажду, как Ты наказал их противников. Дал обильную воду иудеям, а противников их в наказание за пролитие крови невинных младенцев привел к такому трагическому результату, как отсутствие воды в их собственных реках, замена ее на непригодное для питья вещество, так и всякая страна, в которой процветает убиение младенцев во чреве матери, там, где на это имеется благоволение самого государства, обречена лишиться источников вод, обречена на подобное от Бога наказание. Ибо когда они были испытываемы, подвергаясь, впрочем, милостивному вразумлению, тогда познали, как мучились во гневе судимые нечестивые, потому что их Ты испытывал, как отец, поучая, а тех, как гневный царь, осуждая, истязал». Бывают такие сомнения и в душе живущего по-христиански, следующего за Господом, которые приводят его к неким прегрешениям, к охлаждению его любви, благодарения к Богу, к оскудению в нем покаяния. И тогда нуждается человек в разумлениях, и они бывают, но как от любящего отца, на пользу. Иное то отмщение, которое навлекают на себя нераскаянно грешащие, отрекающиеся от Бога своего и поклоняющиеся твари вместо Творца. И для таковых бывает гнев Божий, подтверждающий неизбежность их будущих вечных мучений, поскольку Господь хоть и не радуется о смерти грешника, но предвидит и тех, кто никогда уже не захотят, а значит, и не смогут покаяться. И отсутствовавшие, и присутствовавшие одинаково пострадали. Это уже особое Божье всеведение. Не только те, кто непосредственно был причастен к убийству младенцев Израиля, не только те, кто непосредственно подчинялся фараону в исполнении различных наложений, тягостных на этот род, Богом избранный для того, чтобы в последующих поколениях явился сам Спаситель мира от рода Давидова. Но не только те, кто принимал участие в умножении страданий рода еврейского, оказались наказанными, но и те, кто чисто территориально находился вдалеке, однако принадлежал по духу к этому же народу. Это действительно страшный образ наказания целых народов, когда не все из них очевидно и нераскаянно тяжко согрешают, но и те, кто находится с ними в единомыслии, в общем духе, оказываются также беспощадно вразумляемы Богом или, во всяком случае, на них является то божественное непощаждение, которое отражает их общенародную нераскаянность. Кого они прежде как отверженного отреклись с ругательством, тому впоследствии событий удивлялись, претерпев неодинаковую с праведными жажду. А за неразумные помышления их неправды, по которым они в заблуждении служили бессловесным присмыкающимся и презренным чудовищем, ты в наказание послал на них множество бессловесных животных. Помним, какими казнями египетскими Господь наставлял фараона отпустить народ в пустыню, куда жаждали они выйти вслед за Моисеем для того, чтобы достигнуть и землеобетованной отцам их. Это скнипы, ядовитые и злобные мухи и жабы, которые находились в неком особом почтении среди этого народа, поклоняющегося и служащим бессловесным присмыкающимся и презренным чудовищем, чтобы они познали, что кто, что чем кто согрешает, тем и наказывается. Это сказано премудрым Соломоном на все времена. И поныне всякий дозамечает для себя, что наказание для него последует от тех же средств или орудий, которыми он думал приобрести себе Богом запрещенное удовольствие, наслаждение или приобретение. Кто чем согрешает, тем и наказывается. Не невозможно было бы для всемогущей руки твоей, создавшей мир из необразного вещества, наслать на них множество медведей или свирепых львов или неизвестных новосозданных лютых зверей. Чтобы ты не подумал, будто Бог, как Демиург Платона, создает в подобие Эйдосом из хаоса материи какую-то жизнь, мы будем помнить о том, что вначале сотворил Бог небо и землю, а потом уже, отделив землю от воды, приступил и к созданию всяких тварей. Таким образом, уже созданные Богом земля и вода являлись орудиями созидания и последующих за ними сотворенных Богом тварей. Сотворенных Богом и зверей, и растений, и птиц, и рыб, и самого человека. И так мог он наслать свирепых львов или неизвестных новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием горыночей, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждением могли истребить их, но и ужасающим видом погубить. Да и без этого они могли погибнуть от одного дуновения, дуновения, преследуемые правосудием и рассеиваемые духом силы Твоей. Но Ты все расположил мерою, числом и весом. Бог премудр. Бог сосчитает в Себе ведение обо всех вещах им сотворенных и всякую меру дарует не только в соотношении звезд между собой, при вращении под определенным углом земли вокруг своей оси и вокруг Солнца так, чтобы сохранилась атмосфера и возможность из года в год жить человеку и прибавлять годы к годам. Все у Бога мерой, потому и то, что попускает Он в наказание, соответствует цели Его воздействия на род человеческий, на племя фараонское, египетское, и таким образом сообразовывает свое наказание с мерой греха, который совершен народом. Ибо великая сила всегда присуща Тебе, и кто противостанет силе мышцы Твоей? Весь мир пред Тобою, как колебание чашки весов. Это слово Священного Писания святитель Феофан вспоминает в своем рождественском обращении к народу, «Як уже стражек на перевесях», так именует Он, столь неустойчивая жизнь, как стражек на перевесях, как стрелочка весов, колеблющаяся, столь трепетно и хрупко наше временное существование, или как капля утренней росы, сходящая на землю. Ты всех милуешь, потому что все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния. Великое Откровение о свойствах Бога нашего, всемогущества, а в связи с этим и милость безмерная. «Як величество Твое беспрекладно, так и милость Твоя безмерна», говорит священник прежде исповеди, обращаясь за милостью к кающимся грешникам, к самому Господу, Богу нашему, и покрываешь грехи людей ради их покаяния. Эти слова призваны каждого, смягчить сердцем, каждого воодушевить, обращаться с непрестанным самоукорением, с плачем сердечным о грехах своих, к источнику всех благ всемогущему и вездесущему Господу. Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел. Потому и человек должен, то и дело, понуждать себя к упражнению, в милости ко всякой твари. Этим отличались и святые, к этому повнуждает нас Господь, ибо все, что он сотворил, благо, зло начинается только там, где свободно разумная тварь своей свободой пользуется для отступления от Бога, а не для совершеннейшего соединения с Ним. И как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел, или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою, но ты все щадишь, потому что все твое душелюбивый Господи. Последними словами пророк указывает на причину этой бесконечной милости к сотворенному им Богом миру. Это спасение душ человеческих, ради которых и был создан весь мир, и высшей точкой творения называет Владимир Николаевич Лоский. Это создание иной свободной воли, подобной его, божественной, которой почтены мы с вами именно ради любви своей к душе человеческой, которая призвана вместе с хором ангельским непрестанно, в вечности, единяясь с божественной природой, возносить хвалу Творцу всяческих. И устроил Господь весь этот мир, потому все, что своим промыслом Он определяет быть в нем, предназначено для удобного устроения нашего спасения. Этому посвящены и благо бесконечные, которые изливает Он на нас, и скорби, преодолевая которые, мы утверждаемся в уповании на всемогущего и любящего нас, и ждущего нашего спасения Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok